59 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Калмыкии за последние сутки. Вызревало 6 человек. В тяжелом состоянии 15, из них 12 на ИВЛ. Госпитализированы инфекционные больницы 561 человек. По словам министра здравоохранения Юрия Кикенова, на выходных вышли дополнительные бригады скорой неотложной помощи. Также принято решение о том, что у пациентов с температурой тесты будут брать сразу при первом осмотре. А на восьмые сутки мазки на исследования у контактных. Что касается компьютерной томографии, то ежедневно проводится до 126 исследований. Кроме того, заключен договор с Астраханской лабораторией об оказании помощи по отработке анализов, что позволит ликвидировать накопление неисследованных проб. С федеральным центром мы ежедневно на связи. Я ежедневно лично докладываю в Министерство здравоохранения о ситуации в Республике Калмыкия. И федеральный центр нам, безусловно, помогает в решении многих вопросов. Ведутся переговоры активно также и по строительству госпиталя на нашей территории. Сегодня ФБУ с Роспотребнадзором, не сегодня, а вот недавно пришли дополнительно 4 аппарата ПЦР, которые позволят значительно увеличить количество исследований, проводимых на нашей территории. Поэтому оборудования у нас на сегодняшний день, в принципе, достаточно. Сейчас ФБУ с Роспотребнадзора ведет препараты в эксплуатацию, и тогда уже помощь астраханских коллег нам будет не нужна. Мы сможем на своей территории абсолютно спокойно делать то количество анализов, которое нам необходимо при нормальной организации труда.